всем привет друзья с вами я андрей вы на канале gx games сегодня у нас четверг это значит то что началась эпическая раздача мы будем сегодня играть в рай луэй импайр это что-то типа империя железной дороги наверно также посмотрим видос неплохо пока да графа не есть графа не есть ребят микрофоне есть для стратежки нормальный графа не да это стратегия сечек то люби стратегии плюс от плюс комментарий плюс комментарий в чат горилл же стримы мы победили рэйлвэй импайр так вот ребятки сегодня у нас эпическая раздача очередное обозревание обозрение первого взгляда не на игру вышедшую в epi game story а игру вышедшую бесплатно дата сейчас бесплатная 5 недель как у нас новой игры мы начинаем кампанию и со стартовой сценарии мы прям и пойдем эту на стратегии сегодня до четверг я сказал да это все короче сегодня да заходите скачивайте эту игру на бесплатно так смотрим читаем назад первое дело что мы должны сделать правильно когда мы заходим в игру мы должны зайти в музыку и убрать ее нафиг да музыка крутая как бы мы ее оставим чуть-чуть но когда она рет в ухо прям не прикольно а посмотрим что заиграет считаем великие равнины в первой главе вы оказываетесь на строительных площадках железной дороги юнион пацифик парокладка которая началась в 1863 году пути прокладывались на запад целью установить первое трансконтинентальное сообщение по мере покорения просторов великих равнин и высот скалийских гор вы ознакомились с основами игры rollway empire вам будут оказывать помощь томас кларк дюран дальневидный руководитель юнион пацифик продолжить режим паузы обычный так обычная игра автоматически приостанавливаться при создании дорожек сигналов и зданий а также режим бульдозера трейняк игра никогда не остановляется кроме случаев просмотра газета блин нифига себе вручную вы можете приостановить игру в любое время короче какая разница мы с вами первые взгляды не делаем нам нужны тщательное планирование таблицы цифры и надежные факты это ты роджер смайл как вас зовут нет то не я кто такой блин этот который помощник домой ты такой дерзкий а дядя ты усатый усы твои блин поотрывай будешь так базарить у роджер смайт всегда выглядит бесподобно в костюме стылинером остальные авантюристы которые мало понимают в этом бизнесе мало понимает куда попал пацан то чем он меня перебивать пока меня не узнал ладно мы еще раз простим тебе его пенантичный подход к ведению дел компании распространяется даже на бухгалтерский учет он не считает плохим пользоваться слабыми конкурентами зировал всех претендентов и установил что лучший выбор я слабо с ними как он что слушает меня что лечится пока не понял если кто-то построил станцию в городе то он как можно скорее начнет строительство предприятия в этом же городе производитель строительство новых предприятий на 50 процентов дешевле окольным путем время деньги а мы с тобой не сработаемся покупать и городские предприятия без аукциона застенчивость аукцион на 50 процентов дуру что как вас зовут какой нафиг роджер смай ты чё гаекс великий я гаекс великий никогда не думали о том чтобы бросить все и посвятить жизнь поэзии никогда не думали я гаекс великий ты меня так должен называть ты понял ройл вей импайр короче у нас империор в 1863 году на берегах реки миссури началась завершающая глава грандиозного предприятия прокладки трансконтинентальной железной дороги рабочие железной дороги юнион пацифик начали прокладывать пути от омахи на запад через дикое сердце северо-американского материка неплохо их поджидали огромные трудности они оказались вдали от цивилизации где просторы необъятны погода безжалостно а работа невероятно изнурительно а быстрее можно но им предстояло воплотить в жизнь чудо научной мысли укротить пустыню покорить ее силой стали огня и пара так это ж равнина это не пустынь до них не отваживался на нечто подобное а там вообще горы это время пришло да 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 это я я я приветствую здорово меня зовут томас кларк дюран а я гэкс велик совершенно верно глава компании юнион пасифик мы войдем в историю как те кто построил трансконтинентальную железную дорогу а этим друг мой как раз предстоит заниматься вам как ведущему инженеру сейчас я не могу лично следить за всем здесь на местах поскольку мне предстоят встречи с политиками в вашингтоне ну ты конечно парень интересный сначала вам стоит с основными элементами управления ну давай подвигайте камеру во всех направлении я могу приблизиться теперь испытайте функцию приближения камеры можно так же поворачивать камеру попробуйте очень хорошо теперь вы знакомы с основными элементами управления ты не только умеешь вот вам первое задание проложите железнодорожную ветку между амаха и нарфолком на северо-запад а отлично прошли дед на обоих городах должны быть станции в амахе у вас уже есть станция а в нарфолке еще предстоит построить для этого перейдите в режим строительства а вот построить здание маленькая станция до башня обслуживания семафоры отчет нет информации что это значит вообще а давай маленькую станцию построим маленькую станцию вот в этом городе очень хорошо теперь нужно соединить эти две станции путями для этого переключитесь в режим прокладки путей слушай помню неплохо тыкнул да вот неплохо же тыкнул ты глянь рандомно тыкнул так что прям по центру голого города ну железка так и должна быть в режим постройки пути теперь спланируйте как будут проходить пути между станциями в нарфолке и амахе для этого выберите по очереди два пути около станций затем заплатите за планирование маршрута так вот девяносто миль пятьдесят шесть баксов а у меня же суд так теперь создайте свой первый поезд чтобы наладить железнодорожное сообщение между вашими станциями сначала ваш поезд существует только на бумаге без локомотива вам от него мало толку филадельфия есть какой-то поезд 35 тысяч нормально тяговая мощность количество это скорость повышенная скорость да и год выпуска год выпуска какой у нас сейчас 63 то есть нам новенький поезда говорят ну давай бай купить а нам нужно тебе персонал до формить ну есть меня поезд сначала ваш поезд существует только на бумаге без локомотива вам от него мало толку то есть у нас есть локомотив правильно так вот выйти говорит о каждому поезду нужна железнодорожная линия которая проходит через станции где он должен останавливаться теперь соедините обе станции железнодорожной линии выбрав их по очереди так для первой железнодорожной линии этого достаточно теперь давайте убедимся что она работает очень хорошо теперь вы видите путь по которому будет проходить ваш какой парень а если на пути будут товары для перевозки поезд автоматически подберет их отлично а вот тут есть смотри товары для переработки их надо это того надо было так дорогу делать ребята неправильно дорога построена кто меня так заставил а вот мы сюда пустим да дорогу отсюда вот сюда идеальный маршрут а поскольку локомотивам нужна вода песок и смазка интересная игра вдоль маршрута нужно разместить башню обслуживания а хорошо давай построим башню обслуживания по центру да давай построим по центру башню самообслуживания очень хорошо теперь ваш поезд курсирует между амаха и нарфолком шикарно можно пойти еще дальше сколько денег городу нужны товары из прилегающих районов например кукуруза так вот она и как раз рядом с амаха есть кукурузная ферма до сих пор кукуруза оттуда доставлялась в город традиционным способом и нам нужно изменить это так как в отмеченном месте построите сельскую станцию в радиусе которой будет кукурузная ферма а сельскую станцию нужно шатать ух ты бляха муха давай попробуем сельская станция подожди маленькая станция семафоры конечная станция большая станция тех обслуживания станция стабы гиблига муха сложно станция а куда надо зайти станции этих обслуживания большой склад склад конечно станция большая станция станция маленькая станция важно что такое сельская станция блин маленькую станцию надо опять построить какую в городе маленькую строил услышала 1 ладно так чтобы повернуть здание нужно вот тогда делать вот так вот делать а у меня здесь что у меня здесь поля я короче планирую я планирую вот сюда дофигачить потом дорогу, я уже наперёд планирую. Я же интеллектуал-стратег. Кстати, если ты не в курсе, ты должен знать. Я интеллектуал-стратег. И мы её зафигачим прям где-нибудь. Да вот здесь я зафигачу. Не, наверное, поля, чтобы не трогать, да, вот так как-нибудь мы её построим. Теперь соедините новую сельскую станцию со станцией Вамахи. Вамахи, новую станцию со станцией Вамахи. Ну, давай посоединим. Вот так делаем. Блин, интересная стратегия. Я вообще люблю стратегии, ребята. А теперь задача усложняется. Нужно разобраться с логистической проблемой. Жителям Нарфолка тоже хочется свежей кукурузы, так что скоро по путям между Вамахой и Нарфолком будут курсировать два поезда. Очевидно, это приведёт к конфликтам. Поезда не могут проходить друг через друга. Поэтому между Вамахой и Нарфолком придётся проложить запасной путь, состоящий из одного параллельного пути и двух семафоров. Для начала создайте запасной путь. Его длина должна быть не меньше длины полностью загруженного поезда. А... То есть это... Вот так надо делать, типа? Ну, всё. Построить. Построил же. Эй! Эй! Построил же, ё-моё! Так. Что-то я не понял, ребята. Я что-то не вкурил. А могу я разрушить то, что я построил? Стоп. Так. Вот тут уже проблемы пошли. Стоп. Закрыть. А... Мне нужен путь. Одна миля. Строить запасные пути. А, вот можно, да, посмотреть? Надо было дальше, что ли, делать? Раз. Два. А как потом? А потом три, да? Так. А вот я как раз этого не сделал. Давай, это мы удалим. Удалить точку маршрута. Всё. Вот. Удалил точку маршрута. Смотри, сейчас мы разберём всё с тобой. Блин, интересно. Раз. Вот. И построим. Великолепно. А, да. Поезда не обязательно будут ходить по запасному пути. Обычно они выбирают кратчайший маршрут. Поэтому на каждом параллельном пути необходимо также указать направление движения. Перейдите в режим строительства зданий и поставьте семафор на выделенном участке лицом к стрелке. Теперь поезда смогут останавливаться здесь, когда единственный путь занят. Так, подожди, стоп. Перейдите в режим строительства зданий и поставьте семафор на выделенном участке лицом к стрелке. Поставьте семафор на выделенном участке. На выделенном участке. Лицом. Теперь отсюда подойдёт семафор в правильном положении. В смысле? Я вот не знаю, как мне это делать. Во-первых, мне надо развернуть камеру, да? Лицом к стрелке. Ну, давай попробуем. Так. Ну, стоит семафор. И что дальше? Надо и здесь семафор вшатать. Теперь убедитесь, что по пути можно следовать только в одном направлении. Для этого настройте семафор так, чтобы поезда в противоположном направлении не могли пройти. То есть, тут... Где семафоры? Тут, смотри, нужно... Подожди, а получается стоп. Вот этот надо было удалить тогда. Стоп, 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 стоп. Ребята. Короче, смотрите. Здесь он должен идти прямо у меня, правильно? Здесь он у меня в ту сторону идёт. А оттуда он будет идти сюда. Значит, тут всё верно. И надо здесь тогда семафоры поставить. Так ведь? Где-где-где-где-где? Сейчас мы вшатаем семафор вот здесь. А здесь... А что, здесь семафоры не ставятся, что ли? И здесь надо два семафора поставить. Раз. О чём они? Ноль. А, ничего не стоит. Я могу их сколько угодно доставить. Смотри, а здесь семафоры тоже. Один идёт... Подожди. Он у меня... 23 февраля время, надеюсь, не идёт, нет? Оттуда... Идёт, правильно? Оттуда у него красный свет. Где-где-где? И тут надо поставить ему... Отсюда красный свет. Отсюда. Оттуда красный свет. Всё, всё, всё. Вроде всё верно сделал, ребята. Вроде бы всё верно сделал, да? Ну, убедился я, убедился. Что тебе, блин, непонятно? Ну, убеждён. Ну, а чё не так-то? Теперь убедитесь, что по пути можно следовать только в одном направлении. Для этого настройтесь поворот так, чтобы поезда в противоположном не выглеб... А-а-а-а. То есть, видишь? Ага, тут, видишь, разрешено. Отсюда запрещено. Ну так, мне надо сделать в одном, да? Чтобы направления шли всегда. Хорошо. А эти семафоры вообще на какой хер они тут? Ну, и сделал, и чё? Дядя. Где поезд? Да, Маха невозможно добраться, пишет, видишь? Понял. То есть, мы поставим на паузу. Подожди, блин. Подожди. Непонятно. Непонятно, ребята. Так. Я туплю. Братишка, теперь ты можешь ехать? Вперёд. Я чё-то не понимаю, ребята. Тут красный. Ну, смотрите, одинаково же. А что сделать? Сука. Я всё, ребята, я затупил. Так, теперь убедитесь, что по пути можно следовать только в одном направлении. Для этого настройте семафор так, чтобы поезда в противоположном направлении не могли пройти. Удерживайте кнопку shift и выберите сигнал. Да я всё сделал! Чё ты прикопался-то от меня? Превосходно! Теперь сделайте то же самое на параллельном пути. И тогда у этих двух путей будет разное направление. Разместите второй семафор на выделенном участке и заблокируйте проезд для состава в следующих, в противоположном направлении. Ну так, а чё? А я так и сделал вообще-то. А-а-а! Блин, а вон оно в чём дело. Надо было вот... Собака. Закрытое в противоположном направлении. Всё, тут верно. А-а-а, здесь. Очень хорошо. Всё. Думаю, это было не так уж легко. Да вообще сложно было. Сколько времени? Сколько времени? Блин, интересно. Слушай, я люблю такие игры. Чё он говорит? Домаха невозможна. В смысле? Чё, больной, блин? Едь. Теперь соберите новый поезд, выберите для него локомотив и железнодорожную линию. Ваша новая линия должна проходить из-за Махи до Нарфолка, куда по ней будут осуществляться поставки кукурузы. Теперь соберите новый поезд, выберите для него локомотив и железнодорожную линию. Ваша новая линия должна проходить из-за Махи до Нарфолка. Куда по ней будут осуществляться поставки кукурузы. Чё? Построить задание. Блин, интересно, ребята. Давай новый поезд, чертёж. Новая железная дорога. А Маха Нарфолк, вот. Купить. Нет, стоп. Персонал, вагоны. Так, вагоны. Вагон-ресторан, вагон-холодильник. Почтовый вагон. Но пока ничего не берём. На этом мне вроде не говорили делать. Теперь соберите новый поезд, оформите для него локомотив и железнодорожную линию. Ну вот так пусть будет. И вот, вот так вот, да, делаем. И теперь купить локомотив. Смотри, у меня здесь какая-то тема. Вот зелёный. А вот типа красный. Они вообще могут здесь ходить? Типа смотри, вот здесь как-то непонятно у меня. Видишь, зелёный-зелёный. И оба красных. Бля, у меня темафоры неправильно здесь настроены, ребята. Вот я вам говорю, темафоры настроены неправильно. Оттуда красный. Отсюда открытый. Отсюда открытый. Такое чувство, что вот этот темафор. Ну да, он неправильно повёрнут, смотри. Ребята, он неправильно повёрнут. Вот. А теперь правильно, да? Так, а где второй мой поезд? Чё мне делать? Теперь соберите новый поезд, чтобы... Для него локомотив, Слезную линию. Ваша новая линия должна проходить Из-за махи в Нордфолка. До Нордфолка. Куда по ней будут осчисляться Кукурузы, поставки кукурузы. Бля, я теперь вообще всё зелёное, глянь. Загрузка 4%. Указать направление, указать направление. Ммм. Так, смотрим. Он поехал, да, у меня? Смотри, его сейчас разгружает здесь мой поезд. Так, инструкции. Это потом посмотрим. Подожди, поезд мой, смотри, разгружается сейчас. И поехал, да? Нордфолк, из Нордфолка едет поезд. Вот сможет он доехать? Если я правильно всё настроил, То он проедет сейчас, правильно? Потому что оттуда он смог проехать. Смотри, везёт почтовые услуги. Везёт пиво. Едет нормально, глянь. Поезд, слушайте, игра реально классная. Как стратегии. Я вот такое, типа, люблю вообще. Но я пока не понял, что от меня требуется. Что от меня надо? Вот, смотри. Типа, вот, да, есть следующий поезд. Новая железная дорога. Вагоны. Ну давай ему дадим пару вагонов от этих. Купить. Ну а зачем мне change? Я не хочу change. Ничего не понимаю, ребят. Вы что, не понимаете? Вот, видишь, как надо было Надо было отсюда До Амахи настроить Окей Вот, у меня есть железная дорога Путь, видишь Один есть автоматический Загрузка Вручную Хорошо, а теперь что? Теперь поезд ездит С Эванс фермы В Амаху, правильно? Бля, я ничего не понимаю То есть теперь у меня один поезд, да? Сейчас посмотрим, поедет ли он дальше Я что-то не понимаю Теперь выберите новый поезд Выберите для него локомотив, железную линию Следующий поезд Нарфолк Амаха А, у меня два поезда, глянь У меня два поезда У меня два поезда И здесь путь как-то настроен неправильно Подожди, стоп Амаха Эванс ферма Нет, давай, смотри Амаха Первая Нет, нет, не так Эванс ферма Отсюда первая Потом идет в Амаху А потом он идет в Нарфолк Вот так, да? Великолепно Все, понял Великолепно Городам вдоль построенной дороги нужна кукуруза Сложно Поэтому кукурузная ферма будет автоматически пользоваться услугами железной дороги Традиционная перевозка обходится ферме намного дороже Но мы все еще кое-что упускаем Со временем механизмы локомотива измешиваются Поэтому их следует регулярно обслуживать Тогда они будут работать надежнее Для этого нужно построить на каждой железнодорожной линии По крайней мере одно здание техобслуживания Где локомотивы при необходимости будут проходить осмотр и ремонт Постройте здание техобслуживания на станции в Амахе Для этого выберите станцию и пристройте к ней это здание Блин, как интересно, а Выберите станцию И пристройте к ней Это здание Мы довольно долго бездельничали Мне нужно вернуться в Вашингтон Продолжать жалкие попытки договориться с нашими Представителями народа А для вас я составил список заданий Взгляните на него Вам нужно выполнить задание за отведенное время Не разочаруйте меня Чё? Какое время? Ты чё, дружище? Слушайте, ребята, как интересно, ну реально Классная игра, вот, наконец, стратегия Которая, во-первых, визуально очень крутая У меня же плей стоит, я надеюсь Нет, могу плей поставить Нельзя плей поставить, надо вручную сделать, чтобы я мог настраивать Потому что пока ты разбирайся, лучше эти вещи вручную делать Когда ты можешь сам разобраться Короче, сейчас подождите, в первой главе вы оказали на строительство площадки Так-так-так Предложение пути великие равнины начинается от Амахи Соединённый штат в Норплат Ммм Доставьте рогатый скот в количестве 16 грудов в Денвер Офигеть, доставьте мясо в количестве Живших Подключите 15 тысяч людей К своей сети Офигеть, а сколько времени у нас, ребята? Мы ещё можем что-то позаписывать? Увеличим население Шаен до 30 тысяч Короче, нам нужно рогатый скот в Денвер И мясо в Шиен Рогатый скот у меня где? Вот А где у меня Денвер? Ребята, где Денвер? Чё? Стоп А Денвер где? Шаен, вот аж где А где Денвер? Стоп Ммм Такая большая карта Офигеть, это всё мне в работу Слушайте, хочется на самом деле Я вот компании не сильно люблю играть Я люблю больше играть в... Ну, сценарии Типа заходишь в созданный сценарий Это рандомное И там вот что-то делаешь Что-то разбираешься Строишь С паузами Со всеми делами Короче, мне игра реально нравится Вот Денвер я нашёл Если вы поддержите этот видос лайком И напишите мне в комментариях Что стоит в неё поиграть на стриме То Я это сделаю с большим удовольствием А давайте пока рандомника Знаете, что сделаем? Мы сделаем новый путь Новую железную дорогу Смотри А как это сделать? Вот новую Прямо отсюда я могу зафигать? Не проезжая вот эти вещи Типа отсюда, смотри По моей логике Должна железная дорога идти на север То есть она должна будет вот сюда пойти И так далее, да? Должна будет пойти А отсюда пойти на юг Но здесь Из-за Амахи Или вот где-нибудь Короче, тут должно быть Соединительное Какой-нибудь путь И желательно, чтобы он шёл Прямо из Амахи Прямо из Амахи Могу ли я прям отсюда, ребят? Зафигачить новую путь Прям новый путь Вот отсюда зафигачить Можно или нельзя? Смотри, вот так вот, да? И поехали Глянь, вот сюда Так, стоп И фигачим путь вот сюда Да, можно Смотри Нажимаем купить У нас теперь есть новый путь А теперь мы должны построить здесь станцию Да? Соединить станцию То есть это что такое? Это скотобаза То есть мы должны построить станцию Станция строится здесь Маленькая станция 40 тысяч Мы её построим Как-нибудь вот так Подожди, куда мне дальше пойдёт дорога? Дальше пойдёт сюда, правильно? Мне бы на самом деле Прям по центру зафигачить её Но чё-то тут он не хочет строить Чё-то тут он отказывается строить Поэтому будем строить здесь Прям на краю, да? Давай, да? Построили, да? Теперь мы берём Строительство дороги И оно будет вот так вот проходить Потом, да Купить И пошло строительство дороги Прям Через молокофермы Через всю эту тему А где Денвер? Шаен Только что Денвер был Уже куда-то пропал Стоп Чё-то я А, вот Денвер То есть и Шаен, и Денвер внизу То есть мне нужно соединиться с этим городом, да? Скотобаза здесь Офигеть, как интересно То есть построим дом Построим маленькую станцию Ещё одну станцию вот здесь Смотри Вот здесь станцию строим Потом строим станцию вот здесь У меня так будет на юг Видишь, немного уходить Железная дорога Потом это всё будет строиться здесь Потому что здесь тоже станции нету, да? Я бы прям В центре города бы зафигачил её Эту станцию Прям вот здесь где-нибудь Нет, в центре не будем, может быть, да? Делай Давай построим вот здесь Чтоб не портить город, так скажем Вот А, и оттуда у меня пойдут Железные станции уже в Денвер И в Шаен Через вот эту станцию С хлопком Или что это такое? Рис Рис, да? Похоже на рис больше Вот отсюда Пойдут уже дороги Ребят, развиваться дальше То есть мы с тобой должны сейчас Всё это дело соединить Можем ли мы это сделать? Сейчас по деньгам Хватит ли у меня денег на это всё? Посмотрим просто Просто интересно посмотреть, как оно выглядит А как там будет дальше, мы увидим Так, построить Мы сейчас просто поезд Бахнем отсюда туда И нормально, глянь Хорошо, дело сделано Вы делаете успехи Гляну, еще бы Так, подожди Сотный меридиан пересечен Транспортный путь возможен В последние некоторые дни Работники Union Pacific Railroad Путями пересекли Сотый меридиан Добившись первой цели Union Pacific Railroad Заработала первое Право продолжать Прокладывать пути В середине континента Известные политики И представители Женодорожной компании Отметили, что Застижение праздничной экскурсии На место событий Мы фигачим, ребята Мы просто фигачим Мы фигачим Смотри, я тут понастроил Так, что просто Уже там политики В шоке мне бабок Опять, смотрите, кинули Просто дофига А я могу теперь Теперь я могу, смотри В Денвере построить Маленькую станцию И здесь построить Маленькую станцию Так, давай в Денвере построим А что она не строится? Да, давай вот здесь построим Шаен Станция будет у меня И в Денвере будет Станция одна И она будет Как-то вот так, да Наверное, выполнена у меня Смотри Чтобы сейчас А, вот так вот Надо сначала Шаен, смотри, соединить Прикольно А, смотри Здесь еще медь у нас есть Стоп Интересно Блин, как мне интересно стало Прямо реально круто Вот сюда построим Одну станцию Смотри Сейчас, правда Железной дороги будет Куча лишней Но я думаю Ничего страшного, да Давайте понаделаем А там потом пояс Сейчас пояс еще пускать будем Раз Два Так, задание выполнено И теперь мы можем построить Вашингтонские политики Ужасно раздражают Но давайте вернемся к заданиям Как видите Шаен пока еще маленький городок Который надеется получить Кое-какие преимущества От включения в железнодорожную сеть Так Однако новые жители Будут появляться только в том случае Если в городе будет Достаточное товароснабжение Так Город закупает Этих Железных дорог Я тут уже во вкус вошел Я не могу остановиться Ты понимаешь Настолько интересная игра Что просто я вошел во вкус Во вкус, понимаешь Вошел во вкус Смотри, что я творю Я просто фигачу Милю Милю за милей Ты глянь Километр за километром Милю за милей Фигачу Железные дороги Просто одну Че? А что я не могу построить? Стоп, не понял Почему не строится? Эй Давай отсюда пустим Может быть у меня что-то уже заблокировали Типа больше нельзя строить Но по-моему Какая-то проблема Там есть на дороге Так, вот так будем делать Сейчас мы сейчас посоединяем Понимаешь И запустим единый пояс Который будет просто тут Офигеть сколько бабок давать Понимаете? Просто офигеть Сколько денег будет давать Вот это интересно Пайф вообще Че-то я прям со старта Нафигачил тут Целую инфраструктуру Все застроил нафиг Так, и вот Тут горы, видишь И вот в чем проблема Вот в чем проблема Тут горы Подожди Подожди, а тут же станция Да, у меня Мне кажется Что тут нужно делать Параллельную какую-то станцию Вот здесь Параллельные пути Путя Путю Так, пробуем Да Пути Путя Путю Все, у меня теперь Все соединено Понимаешь Дорогой Просто огроменной Дорогой И мы еще отсюда Потом пустим Теперь мы Да, короче Все понятно Подожди Да, это мы все Почитаем позже Ребята Теперь мы должны Зайти Маха Что-то там Так, они ходят Это все хорошо Это все прекрасно Дальше мы Смотри Должны построить Настроить путь Так, отмена 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 Сохранить Мы должны Знаешь что сделать Новый поезд Новый поезд Новый поезд Новая железная дорога Амаха Нордфолк Имеется, да И это у меня Имеется То есть нам нужно Сначала Сначала построить Новый путь Но перед тем Как мы будем С тобой Слушать Сколько запись идет 35 минут Я думаю еще Даже тебе сниму Перед этим Мы помним Да, что нам Нужно понастроить Вот таких штук Башни обслуживания По-любому То есть башня Обслуживания Будет вот здесь Раз Башня Обслуживания Будет вот здесь Два Башня Обслуживания Будет вот здесь Три Дальше Будет Здесь будет у меня Круговое движение То есть я пущу Одни поезда Вот в этом Порядке Понимаешь Будут идти А другие Ну вот в таком И то есть Те кто захочет Кстати А потом они В обратную сторону Никак пойти не могут Да Вот тут нужно будет Еще ребят Развязку какую-то делать Да Давай сделаем Еще вот здесь Дорогу какую-то А тут город Смотри Тут нельзя Новый путь То есть мне нужно Как-то решить вопрос С Новой дорогой Которая вот сюда Будет ответвляться Понимаешь Во Отлично То есть вот здесь Будет у меня Видите развязка Дальше мы строим Башню обслуживания Башню обслуживания Башню обслуживания Башню обслуживания На этом переходе На этом переходе Сколько это все стоит Мне интересно Глянем Сколько улетело уже Башню обслуживания На этом переходе И давай На вот этом переходе Поставим одну башню обслуживания И вот здесь Все И дальше Мы должны сделать Дополнительные дороги Да Напротив каждого Но мне нужен поезд Сначала Давай один поезд построим Теперь у нас есть дороги, да, с тобой Мы должны построить новый маршрут Построить путь Мы должны построить путь Путь будет основной у меня Из Амахи Понимаешь? Из Амахи В Так, из Амахи сюда Потом 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 сюда 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 И сюда Потом вот сюда Все Да, готовый путь Беспорядки в Нью-Йорке Так Давай новый путь Мы берем Амаха Робинсон по Месси Это что такое? Да-да-да Миль 4, возраст То есть мы новую дорогу, да, сделали Купить новый путь И вот, смотри Стоп-стоп-стоп А где мой поезд? Подожди, а как не управлять моим поездом? Вот вагоны И добавляем почтовый вагон В такой вагон Вагон-ресторан И служебный Нельзя, да? Персонал Поездной проводник Кочегар Машинист Кочегар Нельзя ничего добавить Все Купить локомотив Выходим Чё здесь? Это относительно Ко всем станциям Чем больше стансов Чем быстрее проходит Загрузка Разгрузка И тем больше Путей она обслуживает понял маленькая станция хорошо что здесь у меня амаха робинсон ожидают свободных путей вот дождался он свободного и свободный путь да смотри загрузка идет вагонов пока поездов не очень много я поэтому он один у меня по сути поезд поэтому я не буду сейчас делать дополнительные дороги вы поняли да чем я говорю там такие дополнительные дороги чтобы как-то их разну разводить пока мне это не нет в этом необходимости пошел первый поезд интересно как он будет ехать болин красота давай посмотрим за поездом его прокатиться у да ладно так переместить камеру свисток изменить положение камеры болин круто а еще можно а другую смотри как круто блин реальная игра круто реально пацаны на это это супер это супер глянь стейшн новая станция тут пацанчик стоит а тут красный свет кстати не ведь не понял а это он загружать загружаться до подъехал и поехал дальше на поезд слушай ну прикольно 40 минут геймплея я на самом деле иначе думаю я думаю что я без записи еще посижу поковыряясь в этой игре игра просто топ она мне очень нравится что там происходит то есть мы еще можем тот город видишь соединить здесь я не будь железкой я потратил кучу денег на самом деле но построил очень большую сеть до железных дорог мне кажется со старта поэтому но это прикольно это что такое а это усадьба рост норплат ростом типа вырос до город смотрим но он долго на самом деле будет так идти смотри он только тронулся а у него путь ну огроменный просто огроменный путь огроменный ну чё короче ребята дальше без записи поиграя если вам нравится то давайте можем стримчик провести напишите мне в комментариях что вы думаете по поводу этой игры мне понравилось сейчас еще посижу поковырять так тихо ховард ранчо близ города блинкс к вам обратился семейство ховард их предприятия испытывают трудности поэтому семья ищет инвестора хотите поглотите компанию заплатив почти все мои бабки я могу заплатить что давай купим да мне три доллара осталось на самом деле я какую-то что-то короче купила не знаю чё надо будет посмотреть типа что-то у меня теперь имеется но не знаю короче надо больше поездов денег а деньги капают смотри деньги пошли у меня деньги идут в принципе неплохо здесь поезда работают они видишь по фк просто ездят туда два поезда из города в город но видишь в городках вот в этих мало провизии информация о городе то есть нужно больше провизии то есть нужно будет сейчас мне сделать вот здесь поезд пустить обязательно то следующий поезд который у меня пойдет это пойдет из денвера вот по этому кругу поезд просто будет фигачить по кругу но мне надо денег накопить короче ребят если вам понравилось то давайте на стримчик на рассыграем если вам конечно понравилось пишите комментарии ставь лайк если поддержит что будет у нас трим нара по этой игре прикольно интересный все спасибо тебе за проспот спасибо за лайк скорых встреч залетаем другие видосы пока